Христос воскресе Христос воскресе Воистину воскресе Христос! Торжественные и великолепные службы Российской империи проходили в Исаакиевском соборе. Со времени своего освящения этот храм стал центром общегородских празднеств. В его стенах проводились торжественные богослужения в честь святых, тазименитых членов царствующей фамилии, пасхальные богослужения, сопровождавшиеся крестными ходами и парадами гвардии. На всех торжествах звучала прекрасная музыка в исполнении лучших хоров и музыкантов. И сегодня Исаакиевский собор открыт для торжества веры. На праздник входа Господня в Иерусалим, вербное воскресенье, в Исаакиевском соборе впервые совершилась детская литургия с крестным ходом, возглавляемая митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским в Арсенофии, в сослужении архиереев и священнослужителей Санкт-Петербургской митрополии при стечении большого числа верующих. Литургия – это самое важное богослужение. На ней совершается великое таинство Евхаристии. Верующие собираются в храм для того, чтобы вместе, едиными устами, единым сердцем прославить Бога и причаститься святых христовых тайн. Детская литургия организована специально для детей. Дети служат литургию, у них есть возможность принять личное участие. Главное – познакомить детей с богослужением и церковными традициями. Причем не на словах, а на деле, непосредственно вовлекая их в ход литургии. Помогаем соучаствовать, разделять со священнослужителями это священное действие. Всего в торжестве, посвященном празднованию 700-летия преподобного Сергия Радонежского в Санкт-Петербурге, приняло участие около 15 тысяч человек. За богослужением пели детские хоры из разных стран. Разноязыкость многоголосий подчеркивала вселенская с православной верой. И то, что, несмотря на события, потрясающий сегодня мир, православные все равно родные друг другу люди. Приехала в Петербург и сербская певица Дивна Любович с ансамблем «Мелоди». Исаакиевский собор – грандиозное сооружение, созданное многими архитекторами, инженерами, художниками и десятками тысяч русских мастеров-умельцев. Известный всему миру Исаакиевский собор – это Четвертая Исаакиевская церковь. 26 июля 1819 года была произведена закладка ныне существующего Исаакиевского собора. Главным архитектором и руководителем строительства стал французский зодчий Монферран. Долгие 40 лет возводился этот величественный собор. Под фундамент его была вбита не одна тысяча свай. Колонны для собора вырубались из карельского гранита в каменоломне неподалеку от Выборга. Он поражает своим архитектурным великолепием и огромными размерами и представляет собой во многих отношениях уникальное достижение строительного искусства. Собор является одним из крупнейших памятников архитектуры мира. Сколько здесь было положено трудов, скорбей, молитв, чтобы в такой красоте запечатлеть любовь и поклонение Царю нашему небесному. Сознание Божьей бесконечности овладевает душой. Когда попадаешь под своды Исаакиевского собора, погружаешься в божественно-чудесную атмосферу его убранства. Выдающийся художник Карл Брюлов создал здесь грандиозную по размерам и великолепную по исполнению роспись плафона в главном куполе. Мне тесно восклицало он, я бы теперь расписал небо. Несколько тысяч юных христиан из Санкт-Петербурга и из разных городов России, Грузии, Сербии, Украины молились в праздник входа Господня в Иерусалим в Исаакиевском соборе. Так же, как две тысячи лет назад дети встречали Господа, вошедшего в Иерусалим на Сляте, знаменное Его царское достоинство, встречая Его как победителя и своей детской чистой душой сопровождая Его. И сегодня вместе с детскими сердцами, сорадуясь приходу Бога в нашу жизнь, будем совершать этот крестный год. Мы будем исповедовать детское чистое сердце. Мы будем исповедовать любовь Христову к нам. Мы будем радоваться, так как может чисто и беззаветно радоваться детское сердце. Учащиеся воскресных школ, православных гимназий, воспитанники кадетских корпусов с хоруговыми и иконами, под колокольный звон, крестным ходом, прошествовали вокруг величайшего собора. Такие торжества с привлечением детей помогают им полнее почувствовать всю важность и красоту богослужения. Дети, конечно, они чище поселят Бога, чем люди. Люди взрослые, они обременившими всякими грехами, а дети, они как-то чистым сердцем писали Бога, и они самодостойные члены Царства Христова. Вход Господн в Иерусалим мы не можем, естественно, не видеть детей, которые и две тысячи лет тому назад устилали под ноги входящего Царя Славы в славный город Иерусалим ветви, свои одежды. Поэтому эта традиция имеет свои корни не в нашей русской традиции, а в евангельской истории. И она сначала реализовалась в таком богослужебном плане в Иерусалиме, затем в Христополе, потом пришла на Руссию. Пасхальные дни наполнены светлыми праздничными событиями. В это весеннее время, по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофии, будет проходить 11-я межрегиональная выставка-ярмарка «Пасхальный праздник». Михайловский манеж ждет петербуржцев, жителей Ленинградской области и многочисленных гостей северной столицы с 14 по 18 мая. Уже давно выставка полюбилась многим. Сюда приходят целыми семьями, как на праздник, за новыми добрыми впечатлениями и встречами. В выставке примут участие более 300 светских и церковных организаций из России, Белоруссии, Украины, Греции, Черногории, монастыри, храмы, издательства, мастерские, а также светские организации, связанные своей деятельностью с Русской Православной Церковью. На выставке будут представлены работы по внутренней отделке и убранству храма, выполненные в мастерских художников, резчиков и столяров, иконы, кресты, киоты, оклады. Один из самых представительных разделов выставки-ярмарки – книжный. На нем будут представлены новые книжные издания – энциклопедическая, познавательная, детская и художественная литература церковных и светских издательств. Также на выставке – церковные облачения и ткани, ювелирные изделия, выполненные в православной традиции, народные ремесла и промыслы, пасхальные подарки, сувениры и предметы быта. В этом году выставка посвящена 700-летию преподобного Сергия Радонежского. Среди всех святых, прославившихся в русской земле, особым почитанием и любовью окружено имя преподобного Сергия. Его именуют благодатным воспитателем русского народного духа, многосветлым светильником российской земли, учителем и наставником многих десятков русских святых, игуменом и заступником всей русской земли, образцом кротости и смирения для монахов и мирян. В дни работы выставки пройдут круглые столы, концерты, фото-выставки, кинопоказы, посвященные преподобному Сергию Радонежскому. Одним из участников выставки станет проект «Святой лик». Гости выставки смогут увидеть копии шедевров древнерусской иконописи, созданной с помощью уникальной технологии. Хочется донести до людей то прекрасное культурное наследие, которое, к сожалению, сегодня человеку недоступно. То, что представлено в экспозициях музеев, а это основные хранители шедевров древнерусской иконописи, это в лучшем случае процентов 5 от того, что скрыто в запасниках. И большинство памятников мы никогда не сможем увидеть. И вот мы придумали новую технологию, по которой можно практически идеально передать форму очертания и фактуру памятника оригинального. Это так называемая печать под ультрафиолетовыми красками, специальные чернила, которые твердеют под воздействием очень мощных ультрафиолетовых лам. Технология изготовления иконы, она многоступенчата. То есть здесь идет изготовление самой иконной доски. Она изготавливается по всем канонам из клеенной липа. То есть икона набирается такими делянками, специально по волокнам. Вбиваются дубовые шпонки, чтобы со временем икона не изгибалась. Она придает ей долговечность. Затем икона грунтуется, шлифуется, и затем уже на ней печатается изображение прямо напрямую. То есть икона наносится с цифрового изображения с помощью высокотехнологичного принтера. Затем покрывается лаком, и, собственно, икона готова. Иконы очень сложно отличить от оригинала. Это могут сделать только специалисты. Поэтому это пользуется популярностью и среди храмов. И многие храмы ставят у себя и для украшения храмового пространства, и на фасады, и в иконостасы копии древних икон, которые написаны великими русскими мастерами. Мы собираемся именно раскрыть тематику выставки, потому что святой преподобный Сергий – он не только очень человек святой жизни, большой святой жизни, но это и великая именно историческая личность. И мы попробуем рассказать о нем вот именно с исторической точки зрения, с культурой. В эту просветительскую миссию мы должны открыть русскому человеку часть его истории, часть его культуры, которая где-то скрыта в музеях, где-то скрыта в каких-то далеких городах, и они бы никогда и не смогли бы увидеть. Выставка «Пасхальный праздник» ждет вас в Михайловском манеже с 14 по 18 мая. Субтитры создавал DimaTorzok